Вот, причем это христианское захоронение, что можно увидеть не только из крестов, которые здесь начертаны, но и надпись, которая, видите, написана словом «Диакон», можно прочитать по-гречески. Вот я хочу обратить ваше внимание на вот эти рога, которые являются, значит, не очень меньше рогами жертвенника в храме в Иерусалиме. Вот, и все саркофаги украшены вот такими рогами не случайно. Дело в том, что по обычаю человек, даже осужденный на смерть, если он успевал добежать до жертвенника и схватиться за эти рога, его нельзя было убить, пока он держался за рога жертвенника. Вот, то есть, понятно, что он не мог держаться вечно, с другой стороны, нельзя его заставить отпустить, нельзя его оттягивать, и как-то, если он знает, что сразу, как он отпустит его, убьют, он будет держаться долго. Но это дает время на какие-то переговоры, на какие-то условия, на какие-то, понимаете, теперь тот человек, кто похоронен здесь, держится за рога вечной жизни. Теперь христиане начинают хоронить в саркофагах, да, за римлянами, римляне все это за евреями. То есть, различие между, то есть, эминистическим мировоззрением, да, когда, собственно, греки не видели ничего хорошего, после смерти ничего хорошего быть не может. То есть, поэтому там тени и все, какой смысл сохранять тело, да, в то время как египтяне, это чисто наоборот, на востоке все по-другому. Да, теперь египтяне настолько верили, что сохраняли тело, бальзамировали. Евреи вышли из Египта, и вот эту веру в то, что еще что-то хорошее произойдет, они унесли оттуда. Бальзамировать не умели, хотя делали все внешне то же самое, там заворачивали в плащаницу, натирали благовониями, да, все это, так сказать. Но когда, значит, оставались кости, кости хранили отдельно, вот это как бы то, что не тлело. Потом стали хранить в саркофагах, саркофаги украшали вот такими рогами, которые напоминали о этой вечной жизни. Римляне, которые испытывали настоящий духовный голод, но и принимали многие иудаизм, да, тем не менее, значит, в, тем не менее, как бы перейти в иудаизм для мужчины была сопряжена с операцией, скажем, болезненной. Да я даже духовно голодаю, не каждый мужчина на это решится. Среди женщин было большое количество празелитов, то есть, ну, те, кто не переходили в иудаизм, просили быть похоронены по еврейскому обряду, да, и вот еврейский обряд, это в саркофаге, потом это переходит в христиансы, то есть уже не сжигают, не хренируют, потому что тело еще пригодится, да, оно находится вот здесь. Так что это богатый какой-то диакон, который производится вот такой саркофаг. Вот там саркофаг попроще, попроще. Вот здесь можно увидеть большое количество фрагментов архитектурных, которые, это то, что еще осталось после того, как это не раз грабили все, да, и мы видим... А можно спросить по-кафагам, вот это колонн или что-то? Нет, это для... Фрагменты колонн, друзья. Фрагменты колонн, друзья. Фрагменты колонн, друзья.